Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как представили вы другим красивым и спешным людям и начать жить своей жизнью? А что есть в вашей жизни на ней? Что она такое? Что это из себя представляет? Что представляет из себя ваша жизнь? Как она видится вам? Как она вами воспринимается? Судя по тому, что вы говорите, вы не особо-то сильно хотите своей жизнью жить. По крайней мере, нет разрешения, что вам ваша жизнь интересна. То есть вам она вот не очень интересна, если вы можете... ну, позволить себе условно говоря завидовать другим людям. вот. То есть это в принципе пока что исключает проживание вами проживание вами ну в твоей жизни. проживание как это не парадоксально ваша зависть связана с тем, что ну ну, хочется все-таки своей своей жизнью жить хочется, но пока не получалось. проживание потому что единственное на данный момент что у вас вроде как ну, вроде как есть от вашей жизни от вашей жизни это именно то что вы завидуете как это не парадоксально парадоксально могло бы звучать. вообще зависть хорошее чувство и в общем-то ничего плохого в нем я не вижу я не вижу ничего плохого в зависти как таковой на мой взгляд зависть это хорошо это позволяет в общем и целом нам чего-то добиваться это позволяет нам чего-то достигать это позволяет нам к чему-то стремиться и так далее вам нужно увидеть в этой зависти не объект борьбы а то что реально вы можете сделать то что вы реально хотите сделать понимаете какая история на мой взгляд это очень важно увидеть очень важно увидеть окей а чего же я хочу что мне-то что мне-то мне-то что нужно нужно завидую чему-то да получается если я завидую чему-то то получается что мне что-то нужно вот от этого уже обталкиваться и смотреть поэтому поэтому вам не надо переставать завидовать людям вам скорее нужно увидеть ресурс в этом ресурс увидеть для себя и в принципе когда и если когда и если этот ресурс вы увидите вот то на мой взгляд ситуация будет для вас выглядеть достаточно позитивно вот ну по крайней мере куда более позитивно чем сейчас куда более позитивно чем в настоящий момент вот как-то так я бы вам ответил и какой-то такой дал бы вам ответ если вы не знаете чего вы хотите если вы не замечаете чего вы хотите то психолог может вам в этом помочь есть и другая сторона зависти которая заключается в том что вы себя обесцениваете что вы не уверены в себе что вы сравниваете себя вот это тоже прорабатывается со специалистом психологом то есть подобные обесценивающие тенденции также прорабатываются с психологом на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь 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 Продолжение следует...